всем привет сразу извиняюсь за поцарапанные руки в кадре был зверски поцарапан вот этим зверем все пусть иди в общем краткий обзор нового presidio 2 570 первое впечатление очень положительные нож производит очень приятное впечатление текстура рукояти отличается от первого presidio тем что здесь она у 520 имела микроскопическую шероховатость здесь же сама по себе рукоять более гладкая но имеет микрорельеф сам нож побольше потяжелее вес 180 грамм я взвесил на 20 грамм тяжелее первого presidio но сразу же конечно чувствуется разница в размерах клинка по сути если их расположить рядом то видно что новый нож это увеличенная на 10 процентов копия старого не копия конечно по мотивам в принципе общие очертания общий дизайн чувствуется что это одна и та же модель просто разные и модификации очень много также в рукоятке особенно в начальной части в обводах формах изменена только задняя часть за счет удлиненного клинка есть получается такой нарост для того чтобы спрятать лишнюю длину более крупные насечки с обеих сторон насчет эргономики пока не пробовал работать есть конечно у меня подозрение чем хорош первый присидио по крайней мере для моей ладони он идеален причем разными хватами если говорить об обратном хвате то здесь очень удобно палец попадает на выемку клипсы вот этот средний и при этом мизинец ладони уже упираются в ограничители рукавец если мы берем таким же хватом новые присидио то здесь получается вот странное впечатление если мы постараемся максимально удобно взять клипсу то здесь остается пространство если же мы возьмем таким образом то не очень удобно будет вот здесь пальцу но понятно что работать таким хватом никому в голову не придет это такое редкое использование ножа пробить в тестовых целях что-нибудь например в основном конечно нож будет использоваться так и здесь я думаю увеличенная рукоять позволит прилагать больше усилия ну и нарезать что-то такое в больших количествах типа резать много брезента не знаю там ткани какой-нибудь либо разделывать какие-то мягкие пластмассы либо может быть продукты типа мясо вот этим наверное все таки удобно за счет большего размера клинка проникающая способность я думаю даже выше чем у первого присидио потому что фальш более выраженный давайте-ка я его сравню наверное с парой других ножей чтобы были понятны размеры вот он сравнение с умным заном чем нам зам нож не маленький видно что новый присидио по клину даже чуть чуть побольше то есть это очень серьезная длина клинка ну и рукояти заметно заметно мощнее понятно что и вес тут разный чем еще сравнить первое что приходит в голову когда берешь этот нож это соком элит примерно тот же класс ножей тактических суровых брутальных так они сравнение у сокома больше более толстый клин более увесистый но более субтильная рукоять легкая пространственная алюминиевая конструкция здесь же могучие стальные плашки все очень толсто надежно солидно поэтому конечно работать я думаю присидио будет значительно удобнее какие недостатки я заметил уже сразу первое очень грубая за . это просто какой-то не знаю трэш просто жесть какая-то ширина подводов на миллиметра два с половиной похоже что очень маленький угол градусов 30 минут я еще проверю может быть толстое сведение давайте померяем сразу сведение ну да достаточно толстая 0,6 на современном ножи ну хотелось бы конечно 0,4 хотя может быть это такая бага фича специальная нацеленность ножа на очень грубую работу на суровых военных мужчин может быть это оправданно вторая претензия у меня к клипсе клипса очень тугая честно говоря даже эту бумажку я с трудом оттуда выдрал я попробовал надеть нож на карман это крайне затруднительно оказалось потом снять его тоже очень трудно думаю что клипсу надо конечно снять и немного прослабить отогнуть потому что иначе она может просто думаю сломаться при таком напряжении тем более что вот здесь всего два винта что еще заметил из странного нестандартная какая-то вот здесь форма пятки клинка давайте посмотрим то ли это брак конкретного экземпляра то ли так задумано с какой-то целью хотя не могу понять зачем может быть здесь неровный скос если сравнить его с 520 то у 520 все ровненько но на рабочие свойства это никак не влияет фиксируется все очень надежно нож немного суховат но никаких люфтов не было я даже немного ослабилась его винт чтобы он полегче ходил в целом как я уже говорил впечатления скорее положительные вещь качественная надо попробовать им поработать возможно будет очень удобно в работе ну на этом все ссылку на фото обзоры дам под видео если есть вопросы задавайте в комментариях всем спасибо за внимание всем пока